Эй, слышь, чё режешь? Ты мне будешь писать, да, всё это время? Да, всё дело. Работаем. Ладно. Я пробую самый свежайший, длинший проход. Не обязательно. Здарова, друзья, с вами дядя Серёжа. Хоть, наверное, меня и сложно узнать по этому прикиду. Но дома достаточно прохладно. Началась осень. Батарея то включает, то выключает, то жарища, то холодно. И я ещё и болею. Вот, подзаболел. Сейчас, хватит опять ступить. Это уже рефлект какой-то. Как вы поняли, это видео, оно рекламное. Да, вам может показаться, что дядя Серёжа продался дополнительный раз, сделал ролик по этому поводу. Но! Я хочу сказать. Мы поехали с Дашенькой на завод, и об этом будет видео. И я там, на самом деле, был в шоке, когда увидел, какое производство у компании по доставке готовой еды Гроуфуд. И прошу вас немного минут, чтобы посмотреть, как российская компания может вырасти. И с такой маленькой, вот что-то такое глобальное. И это будет круто. Так, ну, начнём с самого начала, да? То, что вы сейчас одеваете, это называется санитарная одежда. В принципе, люди на производстве, у нас все, кто во что-то одет, они одеты либо в защитную одежду, то есть это средства индивидуальной защиты, либо в санитарную одежду. В чём принципиальная разница? Значит, санитарная одежда – это те вещи, которые одевает человек для того, чтобы с него ничего не попало в еду. Ну, то есть маска на нос, рот, бороду, шапочка на волос и так далее. Защитная одежда – это те вещи, которые люди одевают, чтобы, находясь на рабочем месте, не повредить самого себя. Вот, дальше люди, которые приходят сюда, проходят контроль доступа. Проходят? То есть, да, и проходят дальше. Сейчас я очень быстро проведу вам вводный инструктаж. Значит, третий момент. Ну, бывает. Так, сегодня у нас какое число? Да, ну, два помещения – это женская раздевалка, мужская раздевалка. Это находится прачечная. Вот это помещение вместо общего пользования. Здесь подходят, набирают определённый тип реагента или чистящего-моющего средства, да, там, для стёкол, для полу, стены, оборудование, санитарные пропускники, оборудование для цехов, внутрицеховые, туалетные зоны и так далее. То есть, вот здесь находятся разного типа химии, с помощью которой мы, ну, добиваемся чистоты на производстве. Здесь находятся холодильные и морозильные камеры, в которых находится наше сырьё. Морозильная камера овощей. Морозильная камера овощей. Холодно, как холодно. Мне прикольно. И пахнет, кстати, хорошо. Ну, вот ещё могу, как бы, сказать, что так как вот отсюда со склада, да, овощи, которые к нам приходят, они попадают либо в холодильник, либо в морозильник, чтобы чистить колёса, у нас на полу находятся вот такие вот коврики. Эти коврики, они одноразовые, ну, то есть, как бы, люди по ним поработали, например, на протяжении, там, получаса-часа. Вот тут есть лифтая поверхность, вся грязь колёс, срок листележек остаётся здесь на коврике. И дальше, когда сотрудник, который занимается угородкой, сюда приходит, он снимает слой, который был использован вместе со всей пылью. Собирая, что у нас накопилось, выкидывает, собственно, здесь пыль. И у нас опять новый чистый лифтый коврик, на котором остаётся всё, что на обуви или на колесо. Села маркетинга, те люди, которые отвечают за продуктовые линейки, которые производятся здесь вместе с нашей технологической рухой, вместе с бренд-шефом и с ушефами, пробуют те новые блюда, которые, возможно, попадут к нашим клиентам, ну, спустя, там, пару-тройку недель. Ну, мы можем сейчас зайти, посмотреть, что у них на столе. Мы, собственно говоря, сейчас проводим дегустацию новых блюд, которые будут в дальнейшем использоваться на производстве. У нас на производстве мини-тарта. Основная часть сырья у нас конеца, кто в так называемом высоком лечке под склад. Вот. Ну, ребята, ещё как бы, да, смотрите, мы не останавливали производство, поэтому всё, что вы здесь, как вы видите, это работа, ну, поэтому, как бы, в ходе работы, вот бывает, когда у ребят на полу, то есть это нормально. На полу, я имею в виду, там, картонная коробка уборки. То есть, ну, для вас мы не, скажем так, не готовили производство таким образом, да, чтобы можно было только, как бы, там, типа, такое показывать. Предварительно вымытые овощи попадают вот в этот вот цех. Соответственно, здесь происходит финальная мойка. Вот, если вы сюда посмотрите, да, вот овощи, которые здесь плавают, они предварительно зачищенные. Вот огурцы, видите, уже там без попу, укроп обрезан, перец разрезан и почищен, лук уже предварительно намыт, то есть на этом, в этом луке нету корешков, то есть земли и грязи уже здесь нету. Компатажная машина. Здесь начинается мойка овощей. После того, как эти овощи вымыты, помещаются вот сюда, вот эта центрифуга. То есть, вероятно, да, что этот укроп может пойти, ну, я не знаю, куда, например, в салат. Поэтому, чтобы он выжил в этом салате, нам нужно сделать так, чтобы на укропе не было воды. Лампа, которая используется для того, чтобы в случае, если здесь появится, не знаю, там, комар или муха, они летели сюда, этот ультрафиолет, он абсолютно безвреден для глаз человека. А вот на той стене находится ультрафиолетовая лампа, которая нужна для того, чтобы обрабатывать и дезинфицировать это помещение. Вот. Работает это следующим образом, как бы, и сотрудники, когда все уходят, ну, не бойся, я на одну секунду это сделаю, выключается свет, и уже с внешней стороны включается вот этот вот только фиолет. Вот на этот только фиолет, да, смотреть не нужно, потому что именно эти лампы, это те лампы, от которых можно загарить. Собственно, здесь помыли овощи, высушили овощи в гостерапе, в гостерапе, передаются вот сюда. А вот эта камера, как бы, смежная камера, которая находится в рамках цеха овощного. Между помещением мойки и нарезки. Вот. Соответственно, человек, который работает в этой камере, когда он свою работу сделал, как бы, затащил туда мытые овощи, поставил, все. Он дальше продолжает мыть, то есть он не работает с финальным продуктом. А вот дальше, чтобы трогать тот продукт, который уже может, ну, например, салат, да, без технической обработки попасть к вам на стол, нужно пройти через санитарный пропускник, который обрабатывает не только ноги, да, но еще и руки, потому что дальше мы работаем руками. Соответственно, все, кто дальше попадает, вот до этого момента, вот все, что тут происходило, да, мы могли, там, трогать, брать, там, руками, где угодно, все. Оно не попадет и не передастся обсеменение на продукт. Вот. А дальше мы все дезинфицируемся, моемся, идем в чистенькие. Значит, принцип работы, вот здесь есть датчик внизу, и два таких же находятся вот там вот внутри. Соответственно, здесь он срабатывает, включает щетки, а туда мы погружаем руки, и руки обрызгиваются у нас здесь, где транспором. А здесь уже происходит финальная нарезка овощей. Ну, мы сейчас уже в то время, когда овощная цеха, как бы, да, все выгнали на производство, уже происходит работа в горячем и холодном цехе. Горбокопы, весы, то есть здесь все на то, что тут, ребят, работают мясорубки, доски такие, здорово. Это мясной. Здравствуйте. Как-то пахнет вкусно. Моечная. Здесь происходит обработка и уборка посуды. Ну, я думаю, что давайте еще зайдем сюда в баночную. Тоже интересный момент, на самом деле, момент, который на многих предприятиях не учтен. Собственно, это баночная. Что такое баночная? Это помещение, в котором происходит обработка всей технологической ретали, которая поступает к нам на завод продукции. Ну, вот, например, мед, жутное масло, оливковое масло, ну и прочие-прочие вещи. Прежде чем они попадают в цеха, все банки моются здесь. Поэтому, да, вот мы заморочились и на то, чтобы не допустить попадания микроорганизмов на нашу продукцию даже с банок. Горячий цех. Если вы обратили внимание, мы с вами шли по потоку с момента получения сырья до превращения этого сырья сначала в полуфабрикаты холодного цеха, либо мясного цеха. Дальше полуфабрикаты, которые уже готовы либо уходить на фасовку и быть использованы в сыром виде, ну, например, овощная группа, либо полуфабрикаты, которые будут подвергаться в будущем термической обработке и попадают сюда в горячий цех. Поэтому мы с вами проделали путь, ну, не знаю, например, перца, который в будущем попадет вам лет. Значит, основной движущей силой или основным средством производства здесь у нас являются проконвектоматы. Если вы посмотрите, да, это проконвектоматы компании Рациональ. Ну, наверное, как бы, кто немножко знает, это... Мерседес. Среди автомобилей. Давайте тогда немножко тоже расскажу, куда вот это, там, рациональ. Здесь оборудование, это котлы, в которых производится часть нашей продукции. Они управляются автоматически. Поэтому, ну, чтобы избежать такой истории, как, не знаю, там, варим кашу, насыпаться, там, кило гречневой-гречневой кур-круппы, а потом воды. Ну, человеку надо пойти, где-то налить эту воду, пока он дошел, он разлил, пролил, там, не знаю, долил, не долил, в крайне, как там, отмерить литр или два, то есть какие-то мерные емкости. Составляется количество воды, которое наливается... И он автоматическом режиме наливает воду. Собственно, сюда вот нальется ровно два литра воды. Ну и дальше, чтобы операторам было удобно работать, в тот момент, когда... В тот момент, когда нужно будет все это дело сливать, управляется котел тоже руками, то есть не нужно лазить туда-вовнутрь, там, с какими-то половниками, еще с чем-то сливается так же, чем нажатие кнопки. Ну, самое главное, да, что вопрос решен с дозацией, плюс здесь есть целый набор программ. Вот здесь вот есть кашка, сюда вставляется, и ребята, в принципе, выбирают программу из уже готовых. Если варится каша, там, гречневая, значит, это, там, программа один, если варится, не знаю, там, каша овсяная, программа номер два, и так далее. А, надо слить сперва, да? Камера шокового охлаждения. Продукция, которая прошла термическую обработку, попадает, попадает сюда. Про камеру шокового охлаждения, что я хотел сказать, мы сейчас тут немножко мешаем ребятам. Зачем вообще мы заморочились с этой камерой? Тут основная задача заключается в том, чтобы снизить количество времени, когда продукт находится в благоприятном для размножения микроорганизмов в среде. То есть, в параконвектомате неудобно, потому что очень горячо, в шоковой камере очень холодно. Соответственно, чем меньше она находится при вот такой, как бы, комнатной температуре, как в цеху, тем меньше микроорганизмов отовсюду, из воздуха в том числе, попадают на эту продукцию. Даже если не попадают, то они, как бы, там не жизнеспособны. Здесь помещение, в котором уже нету контакта с продуктом. Собственно, здесь продукт уже полностью запасован, запакован. Ну, и вот таким образом происходит маркировка. Здесь уже 4 градуса, да. Ну, не знаю, я просто показал, если есть вопросы, там, по поводу даты, они клеят ли они, там, типа, дату плюс сколько-нибудь, там, 10 дней. Ну, вот, смотрите. Какое сегодня число? Да-да, верно. Да-да-да. Ну, хорошо. Здесь помещение, в котором находится машина. Это машина, которая нужна для санитарной обработки оборотной тары. То есть мы моем не только то, что касается с продуктов, да, но даже и те вещи, в которых этот продукт едет до распределительного центра. Здесь у нас столовая. Столовая? Ну, да, столовая. Вот. Собственно, ребята едят на ту продукту, которую мы тут тоже делаем. Можно есть, сколько хочешь? Да. Да? Ничего себе, как здорово, да? Ты это снимаешь? Да. Блин, ну это младшая время, да? Сами догадались, сами съели. В нашем холодильнике. Возвращаться к стеклу. Что-то вещи. Ой, запеканки, да? Да, запеканки. Прикольно. Ты понял, да, что мы вошли в ту дверь, вот там, а мы шли здесь. Чуешь, да? Да, собственно, ну, не знаю, я вам немножко, может быть, не все штуки рассказал, как бы, да, но есть поточность, так называемая. Вот мы с вами прошли, вот этот вот кусочек повернули налево, это как бы поток, как ходят люди, а вот оттуда мы начали, как идет сырье. Поэтому, если вы поняли, да, предприятие у нас такое, оно прямоугольной формы, все, что зашло, оно в одном конце, а все, что готово оказалось, оно в другом конце. И они между собой никак не пересекаются, поэтому грязное с чистым нигде не пересекается. Как тебе это повезло? Мне очень понравилось. Оно действительно... Аккуратно. Люк. Люк. Да, я не навижу. Оно действительно новое, свежее, очень много идей классных, которые люди еще вообще не слышали, не знали. Мне нравится, что я имею прямое отношение к этой фирме и испытываю большую гордость за них. Очень здорово. Надеюсь, что я тоже когда-нибудь буду такой большой и крутой, как они. Друзья, и вот снова я в волосатой своей, как это называется, пижамке. Из всех производств, на которых я был, это, конечно, производство самое современное, самое прогрессивное и куда метит с GrowFood. Даже когда я снимал ролик по бизнесу, на канал «Сильные знания» и общался с одним из основателей и видел этот огромный рост, эти мысли, куда двигаться. Это очень радует, что в России есть такие компании, которые смотрят на Запад, делают очень четко. Я даже не знаю, если кто-то работал в пищевой промышленности, напишите в комментариях, видели, либо есть подобного плана организации, напишите их в комментариях, потому что это даже не укладывается в голову, как можно вот столько всего вот этих этапов защиты делать и делать такой продукт. Мне кажется, они молодцы. Я очень рад, что я в этой компании уже, получается, третий год как амбассадор. Ну а вам, друзья, большое спасибо за просмотр. И я надеюсь, что у вас есть тоже какая-то радость, когда компании русские чего-то добиваются и становятся глобальными, современными и работают над качеством. Вот такие, друзья, дела. В принципе, и все. Я телефон себе, кстати, купил новый. Но он же старый. А, новый. Android. Все, всем пока. Будет еще много роликов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok